Дорогие друзья, с вами привет! Это Эмма Бетс, это Беллатор, это Давляджан Якшамуратов против Мацей Рожанский, а это Арсений и с вами Роман, вам привет! Я рад всех приветствовать, Мацей Рожанский! Да, именно про этот бой мы с вами поговорим, на мой личный взгляд очень интересный, и, ну, знаешь, это, конечно, субъективно, я уже не раз говорил, что за Давлета я топлю, мне еще со времен Исея нравится, и я буду за него и дальше топить, да, в Беллаторе сейчас, сейчас в Беллаторе он выступает. Я напомню, друзья, что на этой неделе у нас AC, он уже полностью разобран, каждую неделю контендер серии разобран в бойцовском клубе, прям вот подкаст, да, вы включаете, слушаете, про всех бойцов я рассказываю, сопоставляю с коэффициентами, рассказываю их базу, да, потому что бывают у нас вопросы, да, в комментариях, типа, а вы не сказали базу этого бойца? Поэтому у нас в бойцовском клубе все подробно, все рассказываю, присоединяйтесь, турнир UFC, там тоже полностью разобраны все бои, и этот Беллатор тоже будет полностью разобраны все бои. Ссылочка, вы сами знаете где, внизу, в описании, завершен комментарий. А сейчас поговорим про вот этот поединок. Да, ставки на этот турнир и на все другие турниры всегда будут в закрытом Телеграме нашего сообщества. У нас здесь Давлиджан против Мацея. Ну, бой неплохой, да, лучше, чем главный бой UFC, в любом случае. Не очень сначала пошло у Давлиджана, наверное, сразу слишком высокую планку он взял, все-таки Кури Андерсон-то не какой-нибудь там лох, да, хороший, качественный боец, разносторонний. Кау Албрексон, это неудобный, очень большой, габаритный соперник. Ну, потом вот ему дали Карвалья, это уже что-то похоже, да, на дебют, ближе к дебюту. И дали Жюлиусу Англискоса, который, по идее, вот, что-то около Албрексона, да, по стилю, но уже не потянул Албрексон. Ой, Албрексон, этого, у Латвии какого там он? Джюлиус Англикос. Короче, латышского разлива. В общем, хороший поединок. Есть некоторые проблемы у него, конечно, с переводами, но тем не менее. По их шансам, мне кажется, у Давлиджана их гораздо больше, он разносторонний, более опытный боец. В общем, его позиция, она намного выше, хотя, конечно, в принципе, были неплохие поединки и у Мацея. Достаточно было поединков, он у нас и на Исей выступал, и ездил по городам по всяким, да, и Ли Чедвига побеждал. Ну, в общем, были неплохие бои. Ли Чедвига в Англии побеждал, ну, в том плане, что до моего соперника. В общем, были неплохие у него поединки, но мне кажется, что вот в стоечке, ну, прям намного лучше будет Давлиджан. В партер, я думаю, Давлиджан сам не полезет, Рожанский не даст залезть, потому что бой, он очень подвижен на ногах, и его, в принципе, сковывали люди, которые действительно обладают опытом, там, тот же Кури Андерсон, да, тот же Албрекстен, который просто спамит борьбой, который прижимает, умеет зажимать, обрезать углы. И Мацей, я думаю, такими навыками не обладает. Ром, как ты думаешь, пойдет в поединок? Ну, в принципе, по тому, кто что будет делать, здесь, в принципе, ну, типа, очевидно, да, все. Потому что Мацей, Рожанский, да, это такой, ну, по сути, чистый польский грэпплер. Боец, у которого большая часть побед сабмишинами, это прям вот показывает его стиль максимально, да. Все, что он делает, это старается поборцеваться, да, поприжиматься, попереводить, там какой-то сабмишин придумать. Опять же, очень опытный, действительно, тоже боец, который в ACB в свое время выступал. Парочка побед у него там сабмишинами как раз-таки была. Очень хорошая победа над Виллом Флюре, к примеру, да. Но, тем не менее, если конкретно последние поединки крайние, да, его рассматривать в Беллатории, которые были с Ли Чедвигом, ну, окей, он его выиграл. Бой был очень близкий к слову, очень близкий. И там были очень хорошие моменты и у Ли Чедвига, да, где он его тоже переводил. И я тебе откровенно скажу, вот они смотрелись как два деда просто. Хотя дед там был только Ли Чедвиг, по большому счету. Но смотрелись они очень и очень плохо. Ну, и, собственно, после этого, да, он провел еще один поединок с Карлом Муром, который тоже такой большой любитель побурцеваться. Очень такой большой, ну, большой человек, да. И приставучий тоже чел. Ну, тоже такой близковатый вышел поединок. Ну, здесь уже не получилось у Розанского, да, борьба. Опять же, в стойке, ну, он печально в стойке смотрится. Он очень медленный, да, он пропускает удары, которые также его медленные соперники по нему наносят. И все, что он делает, это именно вот старается поприжиматься, да, где-то вот обнять, к сеточке прижать и сделать перевод. Что касается Давлиджана, действительно, в начале не пошло, но я хочу заметить, что, допустим, с Кури Андерсом, ну, у него там был момент, где он его цепанул, как ни крути. А это уровень. Хоть и стеклянный, да, Кури Андерсон, но это уровень. И с Албрекстоном в целом бой весьма близкий выдался, прям весьма близкий. Вот, ну и, собственно, сейчас прекрасные две победы. Мне очень понравился бой с Джулиусом Англикасом, просто передвижение на ножках, ну, это, ну, это сказка. Ну, в полутяжах, ну, не часто мы такое видим, чтобы настолько легко на ногах двигался боец. Очень хорошее передвижение у Давлиджана, он действительно на ногах быстрый. И весьма техничный, у него стойчика, конечно, прям на прекрасном уровне ударная техника. Я считаю, в ударке он прям значительно будет лучше своего соперника. И вопрос, конечно же, здесь будет в том, будет ли получаться борьба у Мацея Рожански. Вот и все, вот как я это вижу, да. В стойчике Давлиджан его разобьет, на мой личный взгляд. Плюс Давлиджан побороться сам может. И Мацея Бароли тоже, к слову, да. Его можно переводить, лежать на нем можно вполне себе. Так что я здесь хочу поболеть за Давлиджана. Кэф на него соответствующий, да, один из 42, по-моему, в этом районе. То есть он здесь фаворит, очевидный для букмекеров. Я с этим соглашаюсь. Я думаю, что он действительно фаворит. У него, в моем понимании, оппозиция лучше, да. Передвижение намного лучше, ударная техника намного лучше. Кардио, кстати, тут тоже, вот что я, на что не обратил внимания, у Давлиджана очень хорошее кардио тоже. Он работает все три раунда. И Мацея Рожански все-таки из-за вот этих своих борцеваний, прижимашек, да, он прям устает. Да, он продолжает, да, в своем стиле работать. Может и три раунда отработать, но он замедляется очень сильно, постепенно, с ходом боя. Поэтому, в моем понимании, Давлиджан здесь должен защищаться от борьбы и перестреливать стойки, разбивать стойки. И я не удивлюсь, если он и сам в борьбе тоже окажется лучше. Ни в коем случае это ниже Б, да, опять же, я не призываю вас никого там ставить, бежать за 1,4. Но субъективно я хочу поболеть здесь за Давлиджана. Я думаю, что он, скорее всего, выиграет. Да, согласен. Выпишите свои мнения в комментариях и всем пока.